Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня хочу изменить форму ногтей себе. Начну с правой руки. Материалами буду работать от Борн Претти. У меня как раз новая посылочка пришла. И первый попался под руку полигель. Каждая коробка в индивидуальном пакетике. Над упаковкой Борн Претти заморочились. Полигель выбрала номер 02. Как всегда, материал защищен от протекания защитной мембраны. Полигель розовенький. Приятного нежного розового оттенка. Полигель мелкозернистый. Крупинок акрила практически не видно. Сам материал плотный, как пластилин, но податливый. Легко поддается нажатию кисти или, как в данном случае, апельсиновой палочке. Впервые заказала гель-лак от Борн Претти. Упаковка прям на совесть. Это ж сидел там человек и все это упаковывал так старательно. Пурпурная серия. Стандартный бутылек. Объем указан 6 мл. Очень такие оттенки нравятся. Прям сиреневый туман. Также меня увлек стемпинг. Наконец-то он стал получаться. И вино этому вот эта гель-краска для стемпинга. Коробочка слегка помялась, но это ничего страшного. В этот раз заказала цветные гель-краски. Также заказала две кисточки. Одна тоненькая, но для тонких линий ее нужно выстричь. Ворс мягкий. В работе кисточка будет вести себя отлично. Вторая чуть толще. Она для рисовашек и растушевок элементов в дизайне. Кисть очень хорошая. Не вижу смысла переплачивать в три, дорогая покупая кисти в наших магазинах. Кисточки соли ничем не уступают им, а по цене радуют. Пластина для стемпинга. Класс. Здесь многослойные рисунки. То есть сначала одним цветом делаем первый слой. Потом другим цветом накладываем второй слой. Например, прожилки. Потом третий, серединку и так далее. Здоровская придумка, по-моему. И можете опять ругать меня, но здесь многослойные дизайны это цветы. Так что в этом видео опять цветы. А вот эта коробочка это баловство. Не знаю зачем я ее заказала. Здесь безворсовые салфетки для снятия липкого слоя. Цена. Я брала эту коробочку за 3 доллара 40 центов. И это очень дорого. За 300 салфеток. За эту цену можно две пачки по 900 штук взять. Но упаковка стильная, фирменная. Удобно открывается. Да и салфетки отличного качества. Плотные. Ворс навряд ли будет с них вылазить. И втирочка. На картинке продавца прям зеркальное серебро указано. Посмотрим, как будет на самом деле. Но на мелкую втирку не похоже. Скорее, не мелкие частички фольги. И перехожу к работе. Я сняла старый материал. Что-то совсем не надоели темные ногти. Моей симпатии к ним хватило на 8 дней. Наращивать буду на верхней форме. Длину можно не трогать. Но углы убираю. Прохожу пилкой по поверхности. Готово. Вычищаю птериги. Кручу руку. Подставляю ее как можно удобнее. Главное не пропилить ноготь. И не сделать кровь. На реверсе прочищаю с другой стороны. Фризор шар убираю в сухие участки кутикулы и шлифую кожу. Скорость сейчас 7-8 тысяч. Убираю пыль. Ногти подготовлены. Ура! Примеряю верхнюю форму. Это не подходит. Форма плотно прилегает к ногтю. И материал ляжет тонко, не укрепляющим слоем. Такая форма подойдет только для создания подложки. То есть потом нужно будет еще укрепляющий слой накладывать. Но я планирую сразу смоделировать ноготь. Поэтому беру форму побольше. А вот это хорошо подойдет. Видите, между ногтем и формой достаточно места для укрепляющего слоя материала. Форму выбрала. Теперь тонким втирающим слоем наношу базу сразу на все ногти. Выдавливаю в форму полигель. Разглаживаю. Прикладываю. Аккуратно подвожу форму к кутикуле. Выглаживаю снизу. Лишнее убираю. Если требуется, то форма отлично отрезается по линии кутикулы. Также забыла сказать, что при выборе формы нужно осмотреть еще и на боковые линии. Боковые линии формы должны продолжать боковые параллели ногтя. И вуаля! Я специально сделала ногти длиннее. Просто так. Просто, чтобы посмотреть и попробовать с ними немножко пожить в быту. Время подходило к ужину. Я сняла форму и пошла его разогревать и кормить семью. После картышей с такой длиной все делать абсолютно неудобно. Вот такой вид имеют ногти. Кое-где у кутикулы есть косяки. Это легко убирается фрезой. Ну вот, остался свободный край. Прикольные ногти, побаловаться можно, но жить с ними не смогу. И также, смотрите, при наращивании на верхней формы очень плавный переход у кутикулы получается. То есть при отрастании практически будет незаметен материал. Убираю длину. Сразу убираю толщину. Арка очень красивая также получается. Выравниваю свободный край и в последний момент решила все-таки сделать овал. Думала до последнего, но овал победил. С ним жить комфортнее. Прикольные ногти. Мне очень нравится. Конечно, свободный край на одной линии с апексом у овала торец все-таки немного вниз. Смотрит и получается бугорок. Но мне все равно очень нравится наготули. С удовольствием буду носить эту форму. Как раз проверю, как относится. И цвет. Первый слой ложится плотно, ровно, укрывисто, без проплешин. Честно, я не ожидала. Оставлю в один слой. Поэтому сразу выравниваю кутикулы. Единственный минус это запах. Он не резкий, не сильный, но присутствует. Я уже совсем отвыкла, что у цветных гель-лаков может быть запах. Но вот вспомнила. Если вы плохо переносите агрессивные запахи, даже незначительные, то не рекомендую этот гель-лак. Птирка. Наношу на липкий слой гель-лака. Ну, кстати, тоже круто. Пилкой прохожу по торцу. Мягкой кистью убираю лишнее. Перекрываю топом ногти стиркой. Теперь стемпинг. Мне нужна белая краска для стемпинга. И номер 07. Это темно-темно-малиновый. Маленькую капельку темно-малинового добавляю в белый. Смешиваю. Эту смесь наношу на первый слой цветка. Штампик тоже от Борн-Претти. И на ноготь. Эта гель-краска сохнет только в лампе, поэтому каждый слой просушиваю. Добавляю еще темно-малиновый. Затемняю свою смесь. Наношу на следующий слой в цветке. Убираю лишнее с подушечки. И серединку, то есть третий слой, делаю чистым цветом. То есть самый темный. Отпечатывается краска исключительно хорошо. Штампик также работает отлично. Так что если у кого не получается стемпинг, эта гель-краска и этот штампик вам помогут. По-моему, отличный стемпинг. Особенно для тех, кто не дружит с рисовашками, растушевками, тенями. Достаточно сложный рисунок получается. И еще один цветок. Добавляю белый, делаю светлее оттенок. Второй слой делаю чистым цветом. И саму серединку делаю черной. Этой же белой гель-краской для стемпинга прорисовываю лепестки роз. Гель-краска густая, хорошо пигментированная. Для прорисовок тоже отлично подойдет. По-моему, как для стемпинга, то шикарная роза получилась. На этот цветочек ставлю маленькие белые точечки. Перекрываю все ногти топом. Получается, что ногти с киркой перекрываю вторым слоем топа. Как обычно, ссылка на все материалы будет в описании под видео. В этот раз довольна абсолютно всем. Полигель шикарный, в работе отлично. Я им уже делала моделирование ногтей. Носится отлично. Гель-краска для стемпинга шикарная. У меня уже 5 оттенков, останавливаться не буду. Для прорисовок тоже отлично подходит. Гель-лак, на удивление, тоже отличный, только запах смущает. Втирка не огонь, но прикольная. Пластина интересная, дизайны получаются сложные. Не сказать, что и стемпинг на ногтях. Надеюсь, вам было со мной интересно. Если это так, ставьте этому видео лайк. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. А у меня на сегодня все. Всего доброго, хорошего дня!